Здаров, народ, с вами Влад, и это Ассасин Крит Вальгала. Ну что, мы прошли всю игру уж как несколько дней назад, завалили всех элитных боссов, прошли всё самое интересное и вкусное, собрали всё оружие, которое было в игре. И вот его-то я и хочу вам презентовать, а именно некий такой вот топ оружия, который позволит вам легко и непринуждённо завалить даже самого элитного врага на районе. Ноглядь, ешь! По факту оружие в игре делится просто на несколько классов. Это одноручное, двуручное и щиты. И уже внутри своих классов оно разделяется на подклассы. Притом, стоит понимать, ребят, что всё это оружие лучше использовать либо в одиночном режиме, когда у вас, к примеру, только один топор, и щит, либо чисто один топор, либо два топора. Комбинировать оружие с другим оружием не очень эффективно, так как тогда не раскрывается их комбоэффект. Покажу на примере кинжала. В руках у нас есть только один кинжал, Капис. Он бьёт с ним довольно часто, эффектно и красиво, но всё же только одной рукой он работает. Сейчас мы ставим во вторую руку, к примеру, молот. И смотрим, что же происходит при этом. Он всё ещё продолжает бить одной рукой и в конце, только в конце, добавляет удар молотом. Но что, если этот молоточек мы заменим на ещё один кинжал? И вот тут и раскрывается потенциал связки оружия. Теперь он бьёт с двух рук, превращаясь просто в град шквал ударов, который способен законтролить любого противника. Стоит подметить, что такая связка работает со всеми орудиями. Если вы пытаетесь комбинировать разнотипное оружие, то, вероятнее всего, эффективность их будет крайне мала. В то же время, если использовать два однотипных оружия, то ДПС повышается в разы. Поэтому рекомендуется использовать либо одно оружие, либо оружие плюс щит, либо два одинаковых оружия. Тогда достигается максимальный эффект комбинации оружия и максимальный ДПС с двух рук. И ещё один интересный лайфхак, который в игре никак вам не объясняется. У нас с вами есть оружие в левой руке, в правой руке и лук. Так вот, фишка в том, что все их таланты, именно уникальные и бонусные, если там не написано, что они индивидуальны для оружия, то они распространяются на всё имеющееся у вас оружие. Как, к примеру, бонус ножа на лук, так и бонус лука на оружие. И при этом, если вы вставили, к примеру, сюда какой-нибудь камень, который увеличивает, ну, скажем так, скорость, то этот камень работает и на лук, и на левую, и на правую руку. Поэтому, если вы вставляете камни на повышение шанс крита, то они все будут суммироваться, выдавать общий бонус на все ваши руки. Так и таланты. Поэтому, когда вы ставите камни, призадумайтесь, какой камень вы ставите. Ведь он, как и ваше оружие, работает не только на себя и на ту дырку, в которую вы его засунули, но и на всё остальное обмундирование вашего персонажа, что позволяет вам делать очень интересные и вкусные пресеты. Знаете, пройдя игру и играя со всем, что только можно использовать, и два щита, и одноручные, и двуручные предметы, я пришёл к выводу, что самый простой и комфортный способ убийства противника — это два ножа. Обратите внимание на моё здоровье. Как видите, оно не полное. Я специально пошёл в бой немножечко с недостающим хп, но чуть ли не каждый удар, ну или зачастую каждый третий или четвёртый удар, восстанавливает мне примерно одну десятую хп. А при условии того, что ударов я наношу много, хп восстанавливается быстро и полностью. Всё это возможно благодаря уникальному кинжалу под названием Капис. Восстанавливать немного здоровья за каждый крит-удар. Также в этом кинжале стоит модификатор, который восстанавливает немного здоровья за каждый крит-удар. Второй кинжал увеличивает урон от критов после попадания, и бонус увеличивает атаку просто после того, как я попадаю до десяти раз. А поскольку попадаю я много и часто, урон возрастает быстро и хорошо. И, наконец, лук. Урон возрастает от крит-удара при высоком здоровье. Высокое здоровье в такой сборке, как вы видите, держать легко. И модификатор восстановления здоровья при парировании. В качестве основной брони я использую броню Тена. За счёт уникальных перок вероятность крит-удара возрастает при парировании, а парирую я довольно часто и эффективно, и увеличивает урон от критов, чем мы, собственно говоря, и играем. Где достать такую руну, я вам не скажу. Да и вряд ли кто-то скажет, просто потому что с рунами в большинстве случаев рандом. Вы можете найти её у торговца, можете выбить у случайного мобай и найти в случайном сундуке, а можете получить с ревнителя или какого бы то ни было культиста. Просто играйте, и ревно или поздно она у вас появится. Что же касается кинжалов, в игре их всего четыре. Коготь Сутунга, Копис, Сакс, Инглингов, урон ближнего боя возрастает после ворота, и Хунвтот, вероятность крит-удара возрастает при низком здоровье. Мне наиболее всего понравилось сочетание Копис и Коготь Сутунга. Где их найти, есть в описании под видео, но, сразу говорю, на тему Копис. Копис вы можете найти только по сюжету, по-другому найти он как не получится. Находится он в Эссексе, ну или в Суссексе, и его вы можете получить именно по сюжету, когда будете захватывать этот регион в самом конце цепочки. Раньше никак. Теперь очень быстро, но коротко пробежимся по лукам. Луков у нас в игре много, но стоит сразу выяснить для себя несколько фактов. Первое. Вы будете использовать лук в качестве того, чтобы получить бонусы, которые на нем есть. Вот, к примеру, как я использую лук Петры, не потому, что мне он нужен, а потому, что урон открытых ударов возрастает при высоком здоровье, что для меня является вполне оптимальным. Либо же вы собираетесь убивать с лука. Если вы собираетесь использовать лук так, как вот использую его я, то вам понадобится просто, ну, к примеру, лук Петры, или наиболее подходящий для вас лук по талантам. Что за касаемо самих луков. Вообще в игре луков у нас хоть и много, но использовать вы будете либо два типажа. Либо вы будете использовать луки, как использую их я, чисто чтобы получить с них уникальный бонус, либо вы будете использовать луки охотника. Почему? Я вам сейчас покажу на банальном примере. Вы видели мою экипировку, это сет Тана, который не дает никаких бонусов к луку. Прямо при вас я возьму сейчас заурядный лук охотника. Как видите, он у меня даже не докачан. А теперь посмотрите на тот урон, который я с этого лука сейчас нанесу. Та-да! Минус 792 урона. Понимаете, это непрокачанным луком. Теперь же я покажу вам другой пример. Я возьму уже подготовленный боевой лук гунов, который уже более высокоуровневый. Давайте посмотрим, что же по урону мы выдадим. И 1751. Понимаете, да? Это обычный лук. Я не использовал сейчас никаких способностей. Вы сейчас скажете, блин, а что это было? А как такое повторить? И вот поэтому я вам и говорю, ребята, что лук вы будете использовать либо лук охотника, чтобы выдавать вот такой вот дамаг лютый. И вам не понадобится ни луки хищника, ни легкие луки, потому что это все не нужно. Оно не работает так, как надо. Для того, чтобы выдавать вот такую вот лютую дамашку, вам в правой ветке нужно прокачать несколько перков. Первый перк — это усиленный выстрел. При нажатии на кнопку R персонаж накладывает дополнительную стрелу на тетиву, натягивает их и дальше наносит 1700 урона в жбан противнику. То есть вы буквально аннигилируете врага одним выстрелом. А второй перк — это усиленные стрелы. Они позволят вам экономить стрелы и подбирать их с упавших тел противника. Правда, не две, а, скорее всего, одно. Но вы сами понимаете, да? Когда перед вами выходит ревнитель, который вот прям гроза, мощь, 320 уровень, а вы берете и буквально вот такими вот тремя выстрелами этого ревнителя отправляете в нокаут и уничтожаете. Э, сейчас не шутка, я реально ли ревнителя с трех выстрелов вот так вот убивал? То, честно сказать, после этого другие луки для вас будут смотреться редкостной гуаной. Теперь же топоры. Честно сказать, с топорами-то я как раз всю игру прошел. Именно двуручные топоры, при том я гонял один топор, один щит. Но я считаю куда более уместным использовать два топора. Всего, как видите, у нас в игре жалких семь топориков. Не считая донатных, потому что в игре я не донатил. Мне очень понравился могильный топор из-за того, что он имеет шанс поджога. А если вы прокачиваете перк кремация, то после смерти труп остается гореть. И в итоге на поле боя вокруг все пылает и горит. А также топор-укус кости или кости, который вы можете получить еще буквально в самом начале игры. Он повышает силу оглушения, а топоры глушат очень даже нехило. Также в игре вы можете найти верду, завершающий комбо-мощный удар, оставить после себя ядовитое облако. Но я, честно сказать, в игре работает не так, чтобы прям уж и сильно. Ура от мощных ударов возрастает при низком здоровье. Но, честно, кто из нас будет воевать при низком здоровье? Бердыш Эллы. Скорость возрастает при низком здоровье. А опять же вопрос, а оно вам надо? Боевой топор. Атаки возрастают, если рядом с вами более трех врагов. То есть, в принципе, топор-то ситуационный. А если рядом с вами два врага, а если рядом с вами ревнитель или босс, то-то и оно. Ну и, наконец, топор, лагер, то урон открыт ударов возрастает, если рядом с вами более трех врагов. То есть, опять же, возникает вопрос, ну а есть ли рядом со мной два врага? Нет. Поэтому наиболее практичное сочетание это могильный топор плюс укус кости. Ну и теперь, само собой, пример оружия в бою. Сейчас перед вами тот билд, с которым я гонял очень много. Он не является лучшим, просто я использовал щит, потому что ну блин, это прикольно. Во многих ассасинах щит нельзя было использовать, и тут я его использовал просто потому, что это прикольно. Но по факту это скорее минус, потому что вторая рука у меня не атакующая, а щит не дает никаких уникальных фишек. Единственное достоинство щита в этой игре, которую вам дает, он может блокировать. Именно не парировать, а вы можете зажать блок и стоять под ударами врага. Однако один хрен это будет расходовать вашу выносливость и никакого практического применения в этом нет. Куда проще отойти в сторону из-под удара или просто спарировать. Так что щиты в игре это скорее ваша блажь, нежели необходимость. Поэтому никакого преимущества в бою вы от них не получите. То же самое и использовать двуручное оружие чисто в одной руке. Да, это дает двуручному оружию стандартную скорость, но при этом у вас пустует вторая рука и никакого бонуса от второго оружия вы не получаете. А вот использование двух топоров это реально страшно. Урон у них по сути свои суммируется. Если уж один топор наносит колоссальный урон, то два топора просто аннигиляторная пушка. Чтобы вы понимали, во второй руке у меня сейчас кость. Топор серенький, который не качанный. И даже с таким вот небольшим пресетом я вполне умудряюсь наносить по 200 урона. Теперь представьте, что будет, если его прокачать. Но и возникает закономерный вопрос. Как же можно использовать два двуручных оружия? Вот это наше центральное ядро, судьба. От него мы идем, как видите, влево-вверх. И там есть перк, парное тяжелое оружие. Оно позволяет использовать двуручное оружие в каждой руке. Два копья, два топора, два щита. В общем, это раскрывает потенциал вашего персонажа и доводит его до нового уровня. Одноручные топоры. Всего в игре у нас пять. Это топор Хускерла. Атака возрастает после каждого попадания до десяти раз. Что, в принципе, интересно. Норвежский топор Варина. Скорость возрастает с каждым попаданием до десяти раз. Топор Фирда. Урон открыт ударов возрастает при низком здоровье. Кому это вообще надо? Топор Война. Урон от мощных ударов возрастает после каждого получения слабого удара. И, наконец, Коготь. Атака возрастает после использования провизии. По сути своей, одноручные топоры у нас в игре, они примерно как щит. То есть, они есть, ими можно попользоваться. Они, в принципе, даже порой бывают полезными, но по большей части есть куда более практичное и простое оружие. Потому как топор не обладает скоростью ножа или дальностью атаки пики. При этом его урон, он в принципе, вполне обычный. Ничего уникального нет. Использовать топор чисто в одной руке абсолютно бессмысленно, потому что урона у него категорически не хватает. То же самое, как и использование топора со щитом. Никакого преимущества в бою вы не имеете. Но при этом вторая рука у вас забита совершенно ненужным предметом. Но все становится намного лучше, когда вы берете два топора в руки. Вот тут вам становится намного проще. Во-первых, у вас сильно повышается ДПС, потому что работаете вы с двух рук. И тут вы уже можете чувствовать себя комфортно в бою. Нет, опять же, чисто на мой взгляд два двуручных топора как-то поинтереснее. Бьют они, конечно, помедленнее, но за один удар они высекают куда больше урона. Однако, два одноручных топора это, в принципе, тоже неплохой выбор, который может доставить удовольствие и довольно быстро заколошматить врага. Цеп. Что касается цепов, в игре их у нас всего три и двуручных цепов, к несчастью, нет. Цеп в бихаре смерти. Шанс оставить огненную бомбу после мощного завершающего удара. Кстати, цепом вы особо-то и не будете бить мощным завершающим ударом, потому как у него комбо именно из легких состоит в основном. Железная звезда. Атака возрастает после мощного завершающего удара. Та же самая ситуация. Наконец, цеп война. Скорость возрастает при высоком здоровье. Что касается цепов, то тут скорее больше недостатков, чем достоинств. Вроде неплохая домашка, которая при раскрутке начинает нарастать и нарастать, на самом деле нивелируется любым маломальским блоком. А тот же самый боец с копьем так вообще издевается над вами, потому что удары у вас легкие. Блоки они не ломают. И если у противника щит сделан не из говна и палок, а такие уже начинают попадаться в середине игры, и если они умеют блокировать, то в общем-то на этом ваше преимущество цепа оканчивается, потому что вы просто не можете его раскрутить. Использование двух цепов слегка выправляет ситуацию, но болезни оружия все еще остаются. Если противник умеет блокировать, то фиг он вам даст возможность набрать комбо и раскрутить цепы. Если противник может сильно атаковать, то опять же та же самая ситуация. Ваша комбинация будет прервана. Ну а ДПС возрастает незначительно, потому что такое чувство, что второй цеп как-то снижается по урону, и они не дублируются по домашке. Поэтому в общем вердикт по оружию ну в принципе можно почувствовать себя джекичаном и раскрутить две нунчаки. Но по факту, как было это редко с ним говном, так и осталось. Поэтому к использованию, ну чисто по фану, как щиты. Двуручных мечей у нас всего три. Экскалибур, который мощным завершающим ударом может ослепить всех вокруг врагов. Но это так не работает, и вспышка зачастую просто накатывает немножечко оглушение на врага. Это Доппельхандер. Мощный удар по упавшему врагу отравляет их. И длинный меч королинков. Урон открыт ударов возрастает после завершающего удара. Двуручные мечи имеют чуть более высокую скорость, чем двуручный топор. Но при этом очень сильно жертвует уроном. Чуть ли не на 50%. Однако, если вы используете два двуручных меча, то персонаж ими очень даже неплохо начинает тыкать. Правда, честно сказать, в конкурентной борьбе с двуручным топором двуручный меч проигрывает. Также стоит отметить, что двуручный меч в одной руке использовать нет смысла, потому что вы теряете баф от второй руки. И двуручный меч непосредственно использовать вместе со щитом тоже бессмысленно, потому что щит не атакует, и ваш ДПС проседит на 50%. А каких-то существенных бонусов вы просто не получите. Молоты в игре — это оружие с самым высоким показателем оглушения. Он не просто высок, он безумно высок. И за это молот платит тем, что вторую руку в бою он практически не задействует. То есть даже если вы возьмете два молота в руки, он не начнет у вас наносить пулемет на удар, за исключением того, что вы не зажмете кью. Но тогда вы очень быстро потратите всю выносливость. Хотя молот начинает как барабанщик выбивать из врага с двух рук. Но не очень выгодно, потому что, во-первых, вы стоите на месте, а во-вторых, с бешеной скоростью тратите всю стамину. Но, как мы с вами знаем, оружие во вторую руку просто обязательно. Будь то щит, молот или двуруч. И вот тут очень интересно показывать себя сочетанием молота и двуручный агрегат. Меч не обладает высоким уроном за удар, поэтому он сразу отпадает. Копье тоже не обладает высоким внушительным ударом. Однако вот топор — это полная противоположность. Его удары не слишком быстрые. Но в случае с молотом его удары вполне быстрые, потому что это как бы идет комбинация через молот. И завершающий удар идет именно топором, что позволяет вам наносить колоссальный урон за один прокаст. Теперь давайте сразу пробежимся по щитам. Щиты у нас существует двух комплекта. Это щиты легкие и щиты тяжелые. Щиты легкие — фишка в том, что у них просто ниже показатель блока. У тяжелых показатель блока выше. Но когда вы ими блокируете, вы не можете двигаться, что как бы нивелирует их достоинства. Стоит также подметить, что щиты, что легкие, что тяжелые, не защищают вас от красных атак. Поэтому блокируй, не блокируй, а по щам все равно получишь. Поэтому щиты стоит использовать в первую очередь как предмет, который дает вам свой уникальный баф. А вот какие щиты и в этом плане являются наиболее оптимальными, тут уже решать только вам по вашей ситуации. Однако мы, конечно же, сейчас рассмотрим все имеющиеся щиты у нас в игре. Стоит сразу понять, что блок в игре не перманентен и очень быстро расходует вашу стамину. Поэтому щитами стоять и прям выдерживать килотонны урона даже тяжелым не получится. Также щиты не обладают внушительным уроном. Поэтому да, у нас прикольно сделано в игре, что можете взять в каждую руку по щиту и начать пинать своего противника. И в принципе вы его даже убьете. Но это будет настолько долго и настолько бесполезно, что возникает вполне закономерный вопрос. Нафига? Поэтому щиты как оружие нападения мы рассматривать не будем. Щиты как оружие защиты рассматривать тоже бессмысленно, потому что вы расходуете невероятное количество стамины за каждый удар по вам. То есть у ворот и блок щитом примерно сразмерны по расходу стамины. И возникает вполне закономерный вопрос. Ну и на кой ляд нам нужны щиты. Я, честно сказать, пройдя игру так и не смог дать ответ на этот вопрос. Ну, лично я их использовал только потому что, блин, ну прикольно, ну щит, ну во всех предыдущих частях это не было. Но когда действительно происходил серьезный бой, я мог покойно достать два кинжала и совершенно забить на щит. Также стоит подметить, что со щитами также стандартным оружием. Бафы от щита в правой руке работают и на щит в левой руке, и на ваш лук. Соответственно, если ваш щит при парировании или при блоке может давать какой-то эффект, к примеру, хил или накладывать отравление, то это будет работать на обе руки, независимо от того, в левой он руке или в правой. Что же касательно щитов. По мне, так, один из лучших щитов в игре это щит бритов. Он восстанавливает здоровье при парировании и позволяет вам хилиться буквально на ровном месте. Также забавная штука щит марган, которая позволяет вам отравить врагов вокруг вас. Но есть еще и храфан. Скорость возрастает после блокирования до пяти раз. щит шины. После пяти блоков вы устанавливаете бомбу. Хочется, забавная штука. Атака возрастает после блока щитом. Щит спартанцев. Щит дракара. После пяти успешных блоков восстанавливает часть здоровья. Очень интересное сочетание, кстати, вот этих двух щитов. Одним блокируете, другим парируете. Правда, чем дамажить? Эх, хрен его знает. Далее щит клана воронов. Урон от слабых ударов возрастает при блокировании. Забавно, но бесполезно. Атака возрастает после получения удара, что неплохо вроде как смотрится. И блод вульф. Шанс препарирования наложить на оружие поджигающий эффект. Чем-то напоминает топор кремации. По тяжелым щитам тоже все интересно. Дубовый треугольный щит. Урон в дальнем бою возрастает после блокирования атаки дальнего боя. Забавно, необычно подойдет для лучника. Надгробие. Шанс появления вокруг вас кольца огня препарирования. На самом деле, щит опасен больше владельцу, потому что сколько раз я вмазывался в лужу огня, который оставляет надгробие, не счесть. Правда, у меня стоит перкремация, которая заставляет трупы после смерти гореть. Круглый щит. Урон от мощных ударов возрастает при парировании. И Королевский страж. Урон от мощных ударов возрастает при блокировании. Также треугольный щит. Урон от мощных ударов возрастает в зависимости от того, как долго выдержите блок. Забавно, но проще убить врага, чем держать блок. И, наконец, атака способностями возрастает при высоком здоровье. Очень, кстати, забавная вещь. Мое мнение по щитам таково, что использовать их имеет смысл только из-за второго бонуса. Надеяться на блок от щита абсолютно бессмысленно. Парировать можно чем угодно, даже голой рукой. Поэтому для парирования щит брать бесполезно. Поэтому призадумайтесь. Если у вас есть интересный щит, попробуйте. Но знайте, что вы режете свой ДПС, взяв щит на 50%, не получая никаких уникальных бонусов и фишек. И, наконец, копия. Одно из самых грозных оружия в игре. Именно в парном исполнении. Одиночное копье — редкостная лажа. Но вот когда вы берете два, это реально круто. У нас есть гунгнир. Это телескопическое копье. Оно растягивается, чтобы бить дальше до цели. У нас есть фирда. Скорость возрастает при увороте, что довольно неплохо. У нас фафнир. Вероятность, когда удара возрастаетесь рядом с вами более трех врагов. И катфарха. Язык, блин, сломаешь. Урон от удара в спину возрастает при увороте. Ну, вот так вы себе. Знаете, народ, если вы досмотрели до этого места, то, слушайте, это круто. Реально отпишите в чате. Мне интересно, сколько людей дожило до 20-й минуты стрима. Ну и там лайк не забудьте поставить. А мы к копьям переходим. Правда, у этой палки есть и минус. А именно, копье в одиночном исполнении – редкостная лажа. Копье с каким-то другим оружием тоже зачастую не раскрывает свой потенциал. И вот только в парном исполнении копье поистине грозное оружие. При этом у него еще и круговые атаки, которые поражают вокруг вас множество противников. В общем, копье реально шикарный. Пожалуй, главным недостатком для копии, лично для меня, является то, что у нету копья вампирика, как в случае с кинжалом, который позволяет вам хилиться от критов. Что, конечно, сильно усложняет живучесть во время боя. Но, блин, их дальности – это что-то с чем-то. Спасибо огромное за внимание. Данный ролик плавно подошел к концу. Ну, как вам? Я постарался и, надеюсь, смог ответить на все ваши вопросы. Но если они остались, пишите в комментариях, постараюсь почитать и сделать ролик по вашим вопросам. Ну, именно вот, реализовать ваши вопросы и сделать по ним полноценный объемный гайд. Ну, а это видео все. С вами был Латв. До скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok